Привет, друзья! В эти выходные состоялся бой между Сергеем Харитоновым и Дэнни Уильямсом из Великобритании. Посмотрел этот бой, как бы есть что сказать. Значит, ну первое, что бросилось в глаза, это то, что Уильямс, находясь в ринге, когда его объявляли, когда объявляли его соперника, Уильямс сидел в своем углу на табуреточке. Сидел и вообще такое ощущение, что его не интересовало все, что там особо не интересовало, то, что происходит вокруг. Ну это ладно, как бы мало ли, там может быть там на заводе где-то смену отработал, там в такси всю ночь прокатался там за рулем, может быть действительно как бы устал, как бы думает перед боем, дай хоть отдохнуть здесь на табуреточке посижу. Ну ладно, начался бой, как бы Уильямс два-три раза махнул левой рукой, после чего перекрылся и все, и пошел встал в угол и ждал, когда Харитонов его там будет забивать. Но Харитонов-то тоже, как бы ему тоже зачем это там броситься там задолбить слабого противника, и после чего, ну как бы хочется же как-то, если и выиграть, то выиграть как-то эффектно, да, побоксировать, почувствовать ринг, при том, что Харитонов же не знал, что будет он атаковать, не будет он, в каком он состоянии, в каком он самочувствии. Поэтому, ну, как бы там два-три раза воткнул и хорошо пробивал Харитонов по корпусу, вот этот в стиле Тайсона, правой снизу, правой снизу в голову, апперкот, все это хорошо проходило. И после одного из левых боковых, как бы Уильямс скачнулся и приземлился на стил ринга. Как бы отсчитали ему, встал, действительно пропустил, действительно все, как бы четко встал, и после чего, опять же, перекрылся, пошел в угол и, соответственно, думал, наверное, что Харитонов сейчас на него набросится, там его залесорубят в углу и на этом все закончится. Все, как бы Харитонов победил, Уильямс деньги получил, поехал домой, обратно все в порядке. Но Харитонов, опять же, я его понимаю, конечно, зачем ему, как бы он видит, что свое преимущество, видит, что противник к бою не готов, Харитонову хотелось каких-то четких ударов, какого-то боя, какого-то бокса, показать себя. И если и нокаутировать противника, то как-то эффектно, да, то есть с эффектом, тем более видит, что попадает. Но, опять же, Уильямсу зачем это, да, пойти вперед, чтобы тебя там поймали навстречу, и ты там приземлился и оказался в больнице, ему это тоже не надо. Соответственно, он, опять же, перекрылся, встал в угол и ждал, когда его там забьют. Но Харитонов этого не сделал, так его там и не забил. Ну, закончился первый раунд, Харитонов пошел в свой угол, и четко было слышно, как один из секундантов Харитонова громко сказал, как бы удивленно, он что, совсем не тренировался? Ну, потом, я не знаю, видимо, и микрофон отключили, потому что понятно, что, как бы, понятно, что такие разговоры, как бы, никому не нужны, они в эфир идут, там, по телевидению. Да, действительно, Уильямс не тренировался, и он не собирался ни с кем боксировать, и это было сразу видно, вот по вот этим вот моментам, по вот этим вот движениям, все это понятно, что ему это вообще нафиг не надо, все это, ну, ну, вышел, вышел, как бы, что-то делать надо. Начался второй раунд, второй раунд, Уильямс, опять же, пошел в угол, перекрылся и ждал какую-то атаку, бурную атаку, Харитонов не бил, но Уильямс, видимо, решил как-то немножечко хоть что-то проявить, как бы, хоть какой-то бокс показать, а то больше же не позовут, больше не дадут возможности заработать, поэтому пошел немножечко вперед, стоячие ноги, что-то начал заваливаться, проваливаться, Харитонов там пару раз скрутился, кстати, попал, неплохо скрутился, надо отдать должное, как бы, все налегке, четко, без тени смущения, раз, сделал сейдстеп влево, потом сейдстеп вправо, все как бы нормально, то есть показал какой-то все-таки уровень своего бокса, молодец, в принципе. Но после чего Уильямс там что-то опять перекрылся, пропустил два-три удара, после чего я вообще не понял, сделал шаг назад, опустил руки и начал болтаться, то есть показал, что вроде как я заболтался, все, как бы мне плохо, все, остановите бой. Рефери, курнявка, я вижу же, его тоже какое-то удивление, он не понимает, что, а что ты заболтался-то, что там тебя два раза там шлепнули, ну ладно, что делать, как бы вроде счет открывать или что, ну видишь, что Уильямс вообще никакой, ну не хочет продолжать, ну что, что остается делать, ну все, помахал руками, все, до свидания. Бой окончен. Вот так вот Сергей Халитонов победил Дэнни Уильямса. Мне стало интересно, что за Уильямс, почему Уильямс, и почему он себя так себя ведет, почему не боксировал, почему, как, что. Ну оказалось, что это, конечно, в прошлом вроде бы был как бы и подающий надежды боксер, но как бы посмотрел я два боя с Тайсоном и с Виталием Кличко. С Виталием Кличко бой у Уильямса сложился очень тяжелый, как бы было ему там очень тяжело. Кличко его бил, там 8 раундов, что ли, там продлился бой, он его все 8 раундов бил, бил, я уже со счету сбился, сколько раз Уильямс оказывался на полу, причем оказывался на полу в таких тяжелых таких нокдаунах, то есть он там пропускал все, все, что только можно. Но вставал и продолжал как бы боксировать, то есть о чем это говорит? О том, что боксер очень терпеливый, очень такой упорный, как бы с желанием все боксировал, как бы вот тогда Кличко выиграл. Потом с Тайсоном, друзья, с Тайсоном он боксировал то же самое. Тайсон там хоть и уже был не в форме, конечно, но попал ему там жестко несколько раз, как бы Уильямсу засандалил там нормально, и он опять же Уильямс там качался, болтался. Ноги стоят у Уильямса, не может ни разорвать дистанцию, ни как-то подвигаться, ни что-то сделать. Ну, то есть такой как бы вроде бы неплохой такой парень, но как бы стоячие ноги, вот эти вот какие-то комбинации там беспонтовые, так скажем, ну, как бы посредственный, в общем, боксер. И вот Тайсон все-таки тоже не смог его приземлить, не смог его как бы нокаутировать, да, то есть вот как бы падал, пропускал, как бы вставал, поднимался и продолжил как бы боксировать. После чего Тайсон устал, и Уильямс в какой-то момент взорвался, и Тайсон отправил на настил ринга, и, соответственно, Тайсон не поднялся, и вот таким образом Уильямс победил. Как бы Уильямс победил Тайсона, да, как бы за этой как бы вроде как бы громкой победой, но как бы за ней, по сути-то, ничего не стоит, потому что Тайсон уже, конечно, был не в той форме, а Уильямс все-таки, наверное, в этот момент был как раз на коне, то есть имел как бы и опыт уже, и как бы и желание, и, в общем, был готов к этому бою. Ну, а здесь, друзья, он не тренировался, знаете, вот этот бой мне напомнил бой Микки Рурка, там тоже с каким-то там бездомным таксистом, там, в общем, вот этот бой мне напомнил, не помню даже, как его там зовут, то есть примерно что-то такое же, и, по-моему, даже организатору этих боев, что у того, что у этого один и тот же. Как бы не знаю, кому вообще нужны эти бои, для чего они, как бы, вот вроде такую шумиху подняли, там вроде людей подключили, как бы, но бой-то вообще, ну никакой вообще, это вообще не бой, это вообще не знаю, что это такое было. То же самое было и с Микки Рурком, да, то есть Микки Рур там с этим чернокожим мужчиной, там, что-то они там показали, что-то там это, ну вообще ничего, да. Вот такие дела, друзья, вот такой бокс, вот такие вот шоу у нас устраивают, ну, может быть, не знаю даже, не знаю, напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Ставим палец вверх, подписываемся на канал, всем удачи, пока!